Всем привет, с вами Саша, давайте узнаем самые интересные новости. Гарри, Гарри ясно, в Ельце креативно подошли к ежегодной традиции сжигания чучела на масленицу. Получилось эпично. Аниматоры подожгли огромную игрушку Хаги-Ваги с помощью огнемета. Весь процесс сопровождался танцами. Ранее в этом парке на масленицу сжигали Волан-де-Морта из Гарри Поттера, Короля Ночи из Игры Престолов и Чучела Ковид-19. Разгорелось действительно ясно, от чучела остался только пепел. А потом всех гостей праздника пригласили на традиционное поедание блинов. Сам Хаги-Ваги, кажется, был рад наконец покинуть бренную землю и расплылся, а точнее расплавился в жуткой улыбке. Как говорится, тамада хороший и конкурсы интересны. Спасение свиньи-потеряшки. Знакомьтесь, это Элвис Свинли. Житель Аляски обнаружил животное на улице и решил, что гулять по дороге в минус 15 поросенку не стоит. Он не придумал ничего лучше, чем набрать полицию и рассказать о замерзающей свинье. В итоге блюстителям порядка не осталось ничего, кроме как выискать на поиски потеряшки. Не оставлять же свинку в беде. Первым делом им пришлось отыскать и изловить животное. А после поимки поросенка ждала поездка домой в теплой патрульной машине. Лицейские шутят, что иметь дело с охлажденным беконом в таком контексте им еще не доводилось. Как оказалось, хозяева держат животное дома. Это как кот, только лучше и больше. В общем, и свинку спасли, и заработали себе в карму немного плюсов. Ученые нашли и выпили воду, которой 2,5 миллиарда лет. Она оказалась невкусной. Источник отыскали на глубине всего пары километров. Вода появилась там за миллиард лет до зарождения на земле первых микроорганизмов. И она, наконец, дождалась того, кто ее оценит. Исследовательница Барбара Шервуд отпила древние водицы и описала ее вкус. Она оказалась соленой, вязкой, имеющей консистенцию светлого кленового сиропа. К тому же на воздухе она быстро стала оранжевой, так как в ней начали формироваться минералы. В сети уже решили, что это хорошая идея для фильма про зомби и вымирание 99% человечества. Нейросеть, наконец-то, показала, где раки зимуют. В этот раз досталась русским пословицам и поговоркам. Нейросеть – дама непостоянная. Она выдает результат, который прямо сейчас пришел ей в голову. И напрочь отказывается понимать игру слов. Поэтому результат получился неожиданным и порой жутковатым. Вот так выглядит чудо в перьях и горе луковое. Пусть и значения у них разные, но по стилистике и атмосфере они явно из одного фильма ужасов. А еще мы наконец-то увидели, как шумят березы и что на самом деле значит ставить дрова. А где же все-таки раки? Оказалось, что место их зимовки напрямую зависит от социального статуса и наличия средств. На этом все. Оставайтесь с нами. У нас всегда интересно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok